Новая схема движения транспорта в районе Пересопского моста уже согласована с департаментом полиции и департаментом транспорта. В ближайшие несколько дней городские структуры оснастят территорию необходимыми дорожными знаками. Это пересечение улиц Церковной и Атамана Головатого. Одесситы, которые проживают в этом районе, наконец-то смогут дышать полной грудью. После изменения схемы движения транспорта, большегрузный транспорт здесь больше ходить не будет. Новая схема предполагает, что фуры и длинномеры, идущие в порт, отныне будут следовать по другому маршруту. По заезду со стороны Николаева производится на улице Паустовского, Добровольского, направо вокруг жилмассива Котовского. Потом одна, вторая линия ограждения у нас будет по линии улицы Заболотного. Третья линия – это на Николаевской развилке. Ну и дорогные знаки аналогичные будут установлены на въезде с окружной дороги на улицу Лимана, на улицу Балскую дорогу и с окружной дороги на Хожебельскую дорогу. Такая схема предполагает движение через поселок Усатого с накопительной площадки Сухого порта, далее по пятой очереди транспортные эстакады в порт. И также с Ленинградского шоссе по улице Хуторской, далее накопительной площадки и также по пятой очереди транспортные эстакады и в порт. Новшество уже позволит освободить район Пересопского моста от фур, идущих в порт, а в перспективе разгрузить всю северную часть города. Это должно положительно сказаться не только на экологии, но и на состоянии дорожного покрытия. Дороги разбиваются, это понятно. Я здесь работаю уже где-то лет 10. Раньше вообще кошмар был, понимаете. Тут вот дальше немного, по церковной, сильно разбиты дороги. Здесь дороги не ремонтируются, проездная способность небольшая, а только надо же окружную дорогу сделать нормальную. Там особенно, если возле дамбы, там, по-моему, проблемы какие-то, так что, чтобы не разбивать там окончательно. Не менее актуальна новая схема и для местных жителей. Это бы упросило и людям, которые здесь живут, это нам, ну, как бы, да, помогло. И для водителей было бы проще все-таки ехать по окружной, и, ну, так было бы мне кажется, как по мне, то лучше. Очень положительно. Я, мы просто дождаться не можем, потому что это просто, жизни нет никакой, ни зимой, ни летом, ни днем, ни ночью. Я живу по Атаману-Чебыге улице, мы просто с дальнобойщиками замучились просто. Это они портят постоянно, вот с улицы поворот здесь на церковную. Это постоянный ремонт. В 21 веке никак не могут, это ремонт на три месяца максимум. Вот, и постоянно, там, зимой они застревают, не могут откопаться, выхлопные газы, парковка. Вот, один раз у нас прямо перед домом припарковались два дальнобойщика, мне пришлось вызывать полицию просто. Потому что наши жильцы не могли выехать из ворот, там, не дай бог, с кем-нибудь что-то произойдет, не могла подъехать ни скорая, ни пожарка, ничего. Вместе с тем, говорят чиновники, горожане должны понимать, что внедрение новой схемы вовсе не означает, что с улиц Одессы исчезнут абсолютно все грузовики. Невозможно, потому что, ну, необходимо обслуживать предприятие, которое находится в зоне ограничения, необходимо подвозить и отвозить грузы, которые выполняются только грузовиками. Но заезд в порт должен осуществляться именно со стороны Хачебельской дороги, а не так, а не со стороны улицы Церковной или Адария, так как он выполняется сегодня. Чтобы разработать и утвердить новый маршрут для большегрузного транспорта, говорят чиновники, потребовалось полторы недели и порядка 25 тысяч гривен на закупку дорожных знаков, информационных указателей и панно. Работы по их установке планируют закончить уже в ближайший вторник, так что у дальнобойщиков есть время перестроить свои маршруты. А со вторника контролировать соблюдение новой схемы движения будет полиция.